После того, как был создан эксперимент, нужно определить правила предъявления стимуляционного материала. Управлять этими правилами можно непосредственно оттуда, где расположены все стимулы. В верхней панели расположены столбцы, определяющие параметры предъявления стимулов. Рассмотрим их. Type – это тип добавленного стимула. Source – name – название источника стимула. Duration – длительность предъявления стимула. Она указывается в миллисекундах. Таким образом, можно определить, сколько времени будет предъявлен тот или иной стимул. Fit the screen – расположение стимула по размеру экрана. Record data – это запись данных трекинг глаз. То есть, предъявляя стимул, данный глаз можно записывать, а можно и не записывать. Task – помогает разделить стимулы на группы. Тем самым, можно предъявлять не все стимулы, существующие в сценарии, а только определенные для конкретного респондента. Стимулы всегда предъявляются сверху вниз. Также могут существовать стимулы, не включенные в группы. Такие стимулы предъявляются в любом случае в порядке сверху вниз. Rand group – помогает разделить стимулы на группы по хаотичному предъявлению. То есть, стимулы в одной и той же группе будут предъявлены в хаотичном порядке. Например, когда начинается предъявление данного эксперимента, первый стимул находится в рандомной группе 1. Это значит, что вместо него может быть предъявлен хаотично любой другой стимул из группы 1. А когда очередь дойдет до стимула из группы 4, то вместо него может быть предъявлен любой другой стимул из группы 4. Возможность разделять стимулы на группы task и группы rand group и использовать это совместно позволяет создавать сценарии экспериментов, которые никогда не будут повторяться.